Здравствуйте, я Галина Шагас, супруга пастора Михаэля. По многочисленным просьбам мы решили снять видео и я хотела бы поделиться несколькими историями. Одна из них это знакомство, знакомство с пастором и как оно у нас произошло. Знакомство у нас произошло очень давно, еще несколько лет до нашего союза семейного. Мы были у друг друга в друзьях, в социальных сетях, ну как в основном бывают всякие братья, сестры верующие. И потом мы как-то особо сильно не переписывались, не имели такого большого контакта, он какое-то время исчез. Через несколько лет он каким-то образом появился у меня снова в контакте. Потом мы с ним пытались обсудить, он говорит, что ни он меня не добавлял, ни я его не добавляла. И мы с ним списались, даже вроде бы написала я о том, что знакомы ли мы, потому что я вижу та увлекала фотографию с пальмой. Написав ему, у меня была очень сложная ситуация в жизни. И он мне послужил по скайпу. Это был такой очень для меня важный жизненный этап. И через него послужил мне Иисус. И мы с ним стали тесно общаться, очень часто созванивались по скайпу, но в основном мы общались на какие-то духовные темы. Он меня настолько притянул, даже ходя в церковь на молодежное на тот момент служение, я не переживала какие-то духовные вещи, которые я могла, наверное, пережить в церкви. И у нас было интересное еще одно такое свидетельство. Это по поводу Иисуса, встреча с Иисусом. Но у меня была и реальная встреча с Иисусом, а здесь, наверное, больше тоже интересная. И общавшись с Михаэлем, я вообще как будто подключила свою розетку к духовному миру. Это были очень такие интересные моменты. И один из вечеров мы с ним общались по скайпу. И он мне говорит, Галя, давай заканчивать, потому что ко мне пришел Иисус. Когда я это услышала, я сказала, нет-нет, ты что, давай мы продолжим, расскажи, как ты его... Потому что на тот момент я не встречала Иисуса физически. Вообще, наверное, каждый человек, который пришел к Иисусу, он в любом случае как-то переживал. И все равно тех ощущений, которые я пережила потом, они не сравняются никак. И он мне сказал, я вижу Иисуса, как он стоит и держит в руках палочку, карамельную палочку в виде сердца. И он говорит, он дает тебе. Я поняла, что это было. Это было определенное для меня откровение. Да, это как бы мое отношение с Иисусом. И оно настолько меня коснулось, что мы с ним вдвоем уже попрощались. И Иисус пришел уже ко мне. Я его настолько ощутила, комната настолько заполнилась атмосферой покоя и радости, что мне казалось, что моя улыбка реально до ушей, как не зря говорят эту поговорку. Настолько я улыбалась, настолько меня наполнило его присутствие. Это было что-то неповторимое. Я поняла, что он пришел ко мне. Всю ночь это ощущение, эта атмосфера, она полностью наполнила комнату, потому что мы на тот момент жили вместе с сестрой в комнате. И она сказала, что тоже не спала и тоже ощущала что-то такое прекрасное. Она говорит, я тоже понимала, что это Иисус. Дальше хотели бы продолжить также по поводу нашего знакомства. Так все началось. Но знаете, Бог никогда не опаздывает. Если бы Михаэль сказал бы еще на тот момент, Галя мне сказал Господь, что ты моя жена, я бы подумала, ну-ну-ну, как обычно, потому что все-таки мне много предлагали замуж. И это был тот момент, когда ты понимаешь, что все-таки мы иногда, говоря, что это от Бога, говорим свое желание, путая его все-таки с Богом. Продолжение нашей истории знакомства, что Господь никогда не опаздывает. И когда он уже через несколько лет, вот мы с ним начали общаться, знаете, какая-то прошла, наверное, пелена. То есть Господь тоже, возможно, одел на меня какую-то пелену, чтобы я его не видела ни мужем. Мы как были брать-сестры, у нас были очень осторожные отношения к друг другу. Мы даже иногда советовались, я там рассказывала, мне здесь замуж предложили, помолись, что ты ощущаешь. Он мне тоже делился. Мы настолько... У нас были ощущения брата и сестры. Это была тоже определенная такая пелена, Господь ее тоже сохранял. И когда он начал уже с меня, с меня, но это было тоже не просто так, потому что, повторюсь, нужно было именно с меня начать, потому что я бы там не поверила, что там от Бога или еще что-нибудь. И мне приснился интересный сон. Мне приснился сон про Израиль, как я умывала лицо. Я понимала, что это мертвое море, и оно было настолько чистое, как будто вода из бассейна. Мне что-то сказали на ушко, но я не услышала, что это. Это тоже был такой интересный момент. Я поняла, я сразу же поняла, что это было не просто так с этого сна. Потом Господь начал работу над моим сердцем. Как-то я уже начала на Него смотреть как-то уже не совсем как на брата, думая, парень-то хороший. И я Ему все это рассказала. Хотя мне как-то Господь сказал, что не нужно делиться. Все-таки какой-то такой очень личный, тревожный. Мне кажется, все-таки из нас большинство все-таки хотят выйти один раз замуж и по Божьей воле, в понимании этого. Потому что это серьезный шаг, на который мы тоже молимся и очень осознанно идем. И каждый из нас, и Михаэль, и я очень трепетно относились к этому моменту. Я ему поделилась об этом, я поделилась и с ней. Я сказала, что что-то здесь не так, что как будто Господь меня готовит к тебе. И еще был такой момент, что я везде его видела имя Михаэль в течение недели. Это было везде. Это были бренды магазинов, это были в газетах, это была реклама, это были авторы какой-нибудь, Майкл или Михаэль, кто-то. Это было вообще везде. Я об этом ему поделилась. Я говорю, что что-то здесь не так. И он сначала подумал, что что-то здесь не то. Он был очень серьезным на тот момент в посту и как-то не совсем в это поверил. Думаю, что что-то здесь не то. Он тоже начал молиться. И самое интересное, что он тоже начал везде видеть мое имя. Просто везде. Господь нам постоянно какие-то знамения давал. Это было в течение недели. Это было постоянно, постоянно, постоянно. Настолько это серьезный шаг. И Господь нам этим отвечал. Даже когда мы с Ним поженились, отмечались, Господь все равно продолжал нам показывать, что да, 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 возможно, для будущего, чтобы мы не подумали, чтобы мы это все придумали. Вот такое вот у нас было интересное с Ним свидетельство. И хотелось бы обратиться ко всем женатым и незамужним на данный момент. Не нужно разочаровываться, расстраиваться. Обязательно молитесь и доверяйте до конца. И держите тот самый кодекс отношений, как брата и сестры. Вы будете обязательно в благословении, когда ваши отношения зарождались на расстоянии какой-то святости. Господь обязательно вас благословит. Даже если что-то когда-то у вас было, просто покайтесь. На вас это упадет, как белое снежное одеяние, которое очистят, и вас не будет держать что-то, какие-то прошлые отношения, какие-то... Что-то все прошлое. Поэтому мы благословляем ваш будущий союз. Продолжайте молиться, представлять. И обязательно у вас это произойдет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok